Добрый день, это Армбар и проектный офис Ертаса Талдахалаган. Сегодня мы говорим о деятельности Департамента юстиции области, в части повышения прозрачности в своей работе и противодействия коррупционным проявлениям. И у нас в студии руководитель ведомства Маржан и Метова. Доброе утро, спасибо, что пришли. Ну вот, хотелось бы узнать, какие приоритеты в работе возглавляемого ведомства в части системной борьбы с коррупцией. Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые зрители. Спасибо за приглашение. Да, действительно, для борьбы с коррупцией необходимо, мы знаем, что системные усилия всех слоев общества, не только государственных органов. В этой части Департаментом юстиции и приоритетом в борьбе с коррупцией является, конечно же, законодательство соблюдения о противодействии коррупции. Кроме того, регулярные оповещения граждан о профилактике коррупционных правонарушений с приглашением. Кроме того, хотел акцент сделать на этом, что мы приглашаем сотрудников, представителей антикоррупционной службы. Более интересно у нас обсуждение проходит. Вот такие мероприятия мы проводим на регулярной основе. Вот какое-то одно, два, может быть, из последнего, что проводили с антикором совместно? Антикоррупционные у нас по анализу коррупционных рисков обсуждение было. Это уже, я потом дальше расскажу, внутренние коррупционные риски. Мы обсуждали каждую норму законодательства, которую мы предлагаем усовершенствовать в дальнейшем. Вот такие мероприятия, это вот у нас как бы в рамках Адал-Духа-Ланы проводятся мероприятия. Очень много. Ну, посредством электронного правительства. Ну, кстати, да, глава региона на одном из совещаний по противодействию коррупции говорил о том, что наши местные госорганы, областные, должны усиливать работу, участие именно в выявлении внутренних коррупционных рисков. Нередко это делается как бы отчет ради отчета. И хотелось бы, чтобы эта работа вот прошла на системные рельсы. А вот, как известно, максимальная цифровизация, один из таких инструментов отличного противодействия любым проявлениям коррупции. Вот что предпринимается вашим ведомством в этом направлении? Да, хороший вопрос. Ну, как все мы знаем, бытовая коррупция это что? Это взаимодействие граждан с государственными служащими. Здесь, наверное, суть заключается также еще в том, что государственные служащие могут получить подарки или другие блага для, не для, а в целях, в процессе оказания государственных услуг. Поэтому Департаментом юстиции, как территориальным органом, проводится ряд мероприятий, которые искореняют данную процедуру. И, как вы сказали, цифровой Казахстан, вот в целях реализации концепции слышащего государства, отмеченного президентом Республики Казахстан, Департаментом юстиции в этом вопросе очень большое значение придается цифровому развитию государства. Некоторые есть у нас программные обеспечения, которые касаются органов юстиции. В этом плане Департамент юстиции как бы реализовывает в случае необходимости каких-то возникновения каких-то проблемных вопросов, то Департамент юстиции, конечно же, самостоятельно это не может решить, но в центральный аппарат мы направляем для совершенствования свои предложения в целях улучшения также работы. Что-то из последнего можно назвать, какое-то конкретное мероприятие? Ну, это вот опять-таки в целях реализации внутренней коррупционной риски отсюда исходит. И в каждодневной работе своей мы выявляем, допустим, по государственным услугам, если какие-то есть коллизии в нормах законодательства, мы обязательно направляем письма. И как бы у нас Министерство юстиции тоже реализует эту программу, и как бы мы услышаны. Ну, с регионов берутся информация, да? Да, обязательно. Обобщается. А вот Антикор постоянно призывает к готовности общественного контроля, чтобы руководители ведомств, чтобы наши госслужащие привлекали общественность и население в том числе. Вот что делается в этом направлении? Ну, как территориальный орган Департамент юстиции всегда открыт для обратной связи с населением. В этом плане я, как руководитель ведомства, призываю своих коллег, чтобы каждое обращение рассматривали как индивидуально. Как я сказала выше, уже в рамках слышащего государства реализации концепции принимаются такие меры, как проведение на регулярной основе выступлений сотрудников департамента по разъяснению норм законодательства, например, с привлечением нотариусов, адвокатов, юридических консультантов и частных судебных исполнителей. Вот на этом мы делаем акцент большой. И также на платформах НАО «Правительство для граждан» и других программных платформах мы проводим регулярно также день открытых дверей органов юстиции. Это вот проходит в формате Астана Ада-Ой, Павландар Ада-Алды-Халана, ИРТС Ада-Алды-Халана. Вот такие мероприятия мы проводим часто. А вот мы затронули тему внутренних коррупционных рисков. А вот что конкретно принято, может, за последнее время, за год минувший, да, в части их минимизации сокращения? Внутренние коррупционные риски – это наша ежедневная работа, но мы проводим внутренние коррупционные риски на основании результатов работы специальной рабочей группы, которая формируется из сотрудников, руководителей, в частности, структурных подразделений. После завершения анализа коррупционных рисков мы готовим аналитическую справку, то есть эта комиссия готовит аналитическую справку, где вот в целях минимизации коррупционных рисков уже вырабатываются, вот как мы выше сказали, какие-то меры реагирования, то есть уже направляем письма. Если есть какие-то проблемные вопросы, мы направляем письма в Министерство юстиции для также усовершенствования. Ну вот с мая прошлого года в нашей стране действует программа повышения уровня добропорядочности, в том числе это одна из таких действенных предупредительных мер профилактических в части превенции. А вот что делается в Департаменте юстиции для повышения уровня добропорядочности сотрудников ведомства? Тоже очень актуальный вопрос, я бы сказала. В Департаменте юстиции у нас взаимоотношения строятся вот как бы в целях, как вы сказали, добропорядочности. Мы поднимаем уровень взаимоотношений сотрудников, чтобы было открытое, честное, доступное общение с коллегами. Конечно же, это ответственное отношение и соблюдение законодательства о требовании законодательства, регламентирующие деятельность Департамента юстиции, органов юстиции в целом. Как я сказала выше, в рамках слышащего государства у нас большой акцент делается также на морально-психологическом климате. Это основной сейчас аспект у нас. Здесь усиливаем роль, укрепляем роль уполномоченного по этике, который непосредственно занимается этическими нормами поведения и в служебное и неслужебное время. У него были ли какие-то поводы для работы? Поводы? Ну, мы стараемся искоренять такие виды. Если какие-то проблемные вопросы есть, то он уже индивидуально занимается ими. А вот что вы лично, как руководитель, предприниматель для того, чтобы быть открытыми и доступными для населения? Вот, например, в минувшем году мы провели вот такую акцию «Коррупция не для нас», и где руководители выступали в прямых эфирах, в соцсетях. Вот какие вы видите, может быть, другие инструменты взаимодействия с населением, чтобы сократить дистанцию между госаппаратом и гражданами? Да. Ну, как руководитель департамента юстиции, я призываю, опять-таки повторяюсь, своих коллег к открытости, доступности, честности в работе, конечно же, соблюдении требований законодательства, чтобы каждый заявитель мог получить квалифицированный ответ своевременно. Ну, сами понимаете, это житейские вопросы, каждое обращение, оно индивидуально. Вот, я как руководитель стараюсь, каждое обращение, которое ко мне поступает лично, оно поступает ежедневно, по несколько раз, это посредством устных обращений, звонков. Но я не ограничиваю себя этим и выступлениями где-то там в онлайн-режиме. Стараюсь реагировать моментально. Я прямо даже и звоню с этим гражданам в случае каких-то необходимых вопросов возникновения. Есть у нас информационный портал государственных органов. Зачастую у меня запросы поступают на этот портал государственных органов. Ну, вы знаете, что по закону о порядке рассмотрения обращений, статья 7, там необходимо каждое обращение, чтобы было установлено в законодательственном порядке, зарегистрировано. Поэтому этому человеку я обращаюсь и говорю, что ваше обращение мною направлено к курирующему заместителю или сотруднику, который именно в этой сфере вам может квалифицированно ответить. И это заявление ваше будет зарегистрировано. Это все делается в формате письма мною. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Но надеемся, что концепция выполнения главы государства, слышащего государства, будет у нас исполняться в том числе в департаменте юстиции. Спасибо большое. Счастливо. Это Лапид Ачаренбар. Смотрите нас дважды недели на телеканале ЕРТС-ТВ. Лапид Ачаренбар. Лапид Ачаренбар. Лапид Ачаренбар. Продолжение следует...